Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Вот решила снять еще один маленький видеоролик, но он снят только специально для тех и по вопросам тех, кто хочет заняться массовым выращиванием рассады и кто обеспокоен. Вот при такой загущенной посадке томатов не угнетают ли они друг друга, не появляются ли у них там корневые гнили. Потому что видите как они посажены очень тесно, очень тесно, рядами прям через сантиметр, через пол сантиметра некоторые. И стоят они здесь очень долго. И вот сверху вроде бы они хорошие, а может быть они там внутри уже давно загнили. Я вот специально для тех, кого интересует этот вопрос, кто боится так садить, сеять загущено, вымала корневую систему, вот сейчас вытаскиваю, но когда с землей, ее не видно какая она. Я специально вымыла и вот сижу любуюсь и хочу вам показать. Смотрите какая корневая система в этих лотках. Не у всякого томата, который посажен, посеян одиночно, вырастет такая корневая система. Вы смотрите какие бороды, никакой гнили. Видно, что корни белые, не черные ножки, не коричневого налета, который обычно при корневых гнилях, ничего нет. Ну вот результат налицо. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хотя я и говорила, что все у них нормально, все у них нормально. Но вот теперь вы можете посмотреть сами. Вот я сейчас сижу их выбираю. Вот я вытащила из лотка. Вот я их промыла. Целая борода. Прекрасная корневая система. Если я сейчас еще заглублю, вот так его. Представляете, какой у него будет корень? Я говорила, что корни будут как канаты. Потому что, во-первых, они сами сорта такие, предрасположены более сильные. У них все сильное. Стебель более толстый. Корневая более такая, как мощная. Потому что они должны выживать в таких, в нелегких условиях, в холодном климате. Конечно, нижний лист у них пожелтел. Вот у них семидольные листики, видите, пожелтели. Потому что здесь вообще темно. Вот сюда заглянешь, тут даже света нет, проблеска. Здесь темно. Но верхние листья нарастают очень хорошие, зеленые. И как только я их сейчас рассоединю, как только у них будет доступ к свету, вот эта мощная корневая система, она даст сразу рывок растению. И вот эта вот макушка, эти листья нам совсем не нужны. Они семидоли, они, конечно, отпадут. Может, отпадет один-два вот этих нижних листьев, которые мы все равно будем обрезать при посынковании. Ну, когда высаживать будем. Но вот корневая система вот эта даст рывок. И они очень хорошо пойдут в рост и догонят даже тех, которые выращивались в теплице. Или которые мы лелеяли по одной штуке в полкилограммовом, в килограммовом стакане такого объема. Вот, как говорится, в тесноте да не в обиде. Та же ситуация, что и с перцами. Нисколько загущенная посадка не ухудшила качество рассады. А наоборот, почему-то, это парадоксально, но они такие сильные, у них такие сильные корни. Но это, как говорится, тут у них борьба на выживаемость. Кто выживет, тот будет дальше сидеть на солнышке греться. Кто не выживет, тот нет. Они стараются обогнать друг друга, наращивают эти корни. Все прекрасно. Все. С вами была Ольга Чернова. Это я показывала вам корневую систему тех томатов, которые очень долго томились у меня в лотках в загущенном посеве. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok